Приветствую вас. Вопрос задается в данном случае анонимно. Вот, автор вопроса девушка пишет про то, что периодически ее посвящают разные негативные мысли. Она говорит о том, что конкретной, ну вот, конкретной проблемы у нее нет, но как бы описывает ситуацию, где она считает себя недостойной своего партнера. Часто испытывается чувство вины перед родителями, перед другими людьми. Занимается самопечиванием, вот. И, в общем-то, выделяет в качестве какого-то такого основного, да, вектора, это свою низкую самооценку. Говорит о том, что вот, понимает, что делать все в низкой самооценке, да, но сделать пока с этим ничего не получается почему-то, говорит она. И пишет, будешь дать ответ, спасибо большое. Ну, чтобы получить ответ, нужно задать вопрос. Обычно по именно такой схеме выстраивается в данном случае коммуникация. А поскольку вопроса изначально нет, то и ответ получить у вас не получится, потому что, ну, ответа нет, повторюсь. И это, конечно, уже вызывает вопрос. То есть на такой, ну, на такой, можно сказать, ну, в какой-то степени ранней, да, стадии, мы уже сталкиваемся с тем, что вы не задаете, не задавая вопроса, в общем-то, уходите, вот, ни много ни мало, куда-то, вот, в сторону от своих трудностей, ну, от своих трудностей. Вы уходите куда-то в сторону от решения проблем, как мне кажется. Вот. Значит, то, что вы говорите, вот проблема с низкой самооценкой, то, что вы, как вы говорите, не можете ее решить самостоятельно, это нормально. То есть, ну, если бы вы могли решить это самостоятельно, вряд ли бы вы, там, обращались бы за помощью. Вот. Поэтому ваша ситуация, и не только ваша, то, как вы ее описываете, да, это вот такая потальная невнимательность к себе, потальная невнимательность к своей жизни. Вот. Обесценивание себя, обечевание себя, не отслеживание своих, например, реакций, да, не отслеживание своих чувств, не отслеживание своих переживаний, вот, своих реакций, повторюсь в данном случае. Это очень хороший запрос на психотерапию, как правило. То есть, самый лучший для вас способ решить проблему максимально эффективно и максимально быстро, это начать психотерапию, да, то есть, ну, как вот, зайти на психотерапию. Вот. Потому что именно в ней вы сможете раскрыть себя, свою личность несколько более полноценно, не так, как это происходит сейчас. Вот. Ну, и проблема, она, как правило, находится совсем не там, где человек ожидает. Поэтому то, что вы говорите, например, о заниженной самооценке, ну, для меня в данном случае является скорее направлением, нежели чем определением, да. И, соответственно, как мне кажется, в первую очередь вам нужно выговориться. Во вторую очередь, на что вам нужно обратить свое внимание, да, как мне кажется, это на то, что вы себя очень сильно обесцениваете. Вот. Ну, полагая, полагая и считая, в общем-то, что с вами что-то не так. То есть, какая-то вы, ну, не такая, какая-то вы неправильная, вот, какая-то вы, в общем-то, неполноценная. И вот на это, на мой взгляд, и нужно в первую очередь обратить ваше внимание. А чего у вас такого неправильного? Чего у вас такого неполноценного? Ну, то есть, попробуйте сформулировать данный аспект. Вот. То есть, ну, вот вы вину чувствуете, да, бичевите себя, когда нагружают человека, ну, как вы говорите, левой проблемой, да. Вот. Но что у вас не так? Что у вас такого, что делает оправданным то, что вы себя обещаете? Давайте попробуем это как-то конкретизировать. Потому что если даже допустить, понимаете, да, вот, если даже допустить, что у вас действительно что-то такое есть, то, ну, все равно это нужно выделить и что-то с этим делать. Я полагаю, что это очевидно, вот. А не так, что вот что-то во мне есть, я просто буду себя заэскорить и делать с этим ничего не будет. Ну, так мы далеко не уйдем. Вот. Это, это первое, да. Второе. 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 Почему вам становится легче, когда вы, ну, вот, скажем так, выговариваете, да? То есть, когда вы говорите о проблеме. Почему вам становится легче? Это не просто так. А, связано это с тем, что, когда вы выговариваете, когда вы проговариваете то, что вас волнует, то, что вас беспокоит, то, что вас тревозит и так далее, да? Когда вы проговариваете этот момент, вы придаете этому реальность. То есть, это становится реальным. Это становится, это становится объективным, чем вы привносите это в реальность. Вот. И, вы, вы это, скорее всего, будете отрицать. Но, ээээ, почему становится легче? Потому что, в этот момент, когда вы об этом говорите, у вас появляется чувство, что всё не так плохо. То есть, ну, на самом деле, вот, что не так плохо. Как бы. Как будто бы. Вот. То есть, вы начинаете, эээ, приближаться к реальности. Вот. Я бы так сказал. Но, поскольку разговор или беседа, да, с каким-то человеком не развивается, нет продолжения, нет обратной связи на то, что вы говорите. То есть, я имею в виду, нет обратной связи такой вот, ну, адекватной, да, конструктивной, полезной для вас. Ну, можно использовать здесь, эээ, такой термин, как профессиональная обратная связь. Нет, нет. То вы останавливаетесь на этом, на этом пути. То есть, вы останавливаетесь. И не двигаетесь дальше. Может быть, от счастья вы не двигаетесь дальше, потому что боитесь. В конце концов, в конце концов, вы привыкли. Эээ, существовать. Вот так, как вы существуете. И даже если вам не по душе то, что с вами происходит, даже если вам не нравится то, как вы живете. А, все равно, эээ, вы привыкли уже так жить. И изменить это так или иначе страшно. То есть, да, хочется. Хочется это изменить. Это правда. Хочется это поменять. Это правда. Но страшно. И вы не меняете. Вот. То есть, тут, эээ, тут. Помощь вам нужна еще и в этом. Чтобы вы увидели, а мне чего дает, дает-то. Вот это мое положение. Мне чего дает-то вот это мое состояние. Я от него, чего получаю-то от этого моего состояния, от этой моей, эээ, ну, от этой моей ситуации. Вот. Что я от нее получаю, что я от нее, как бы, беру. Вот. Понимаете, да? Так это тоже достаточно важный аспект. Эээ, на который нам необходимо обратить внимание. Эээ, обратить внимание. И, который оказывает, эээ, ну, вот, существенное, эээ, влияние на вас и на вашу модель поведения. Вот. Эээ, вот, в принципе, основные моменты, на которые я бы хотел, эээ, эээ, вот, ну, эээ, сейчас, наверное, обратить ваше внимание. Эээ, мне, мне кажется, что, эээ, на данный момент, это, эээ, этого достаточно. То есть, мне кажется, что, эээ, пока что, эээ, больше вам не, ну, больше вам не нужно. Вот. Мне кажется, что, эээ, ну, пока этого, этого достаточно. Пока, да, как бы, то есть, ээээ, пока что этого хватит вам. Эээ, вот. А дальше мы, мы уже могли бы, как, эту, эээ, тему развивать. Если, если у вас есть, эээ, ну, эээ, желание с этим работать. Вот. Вот. Потому что, ну, 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 понятно, да, что, пока я, вот, этого желания как бы не увидел, да, вы и вопрос не задаете, и, эээ, ничего хотите не очень, ээээ, понятно в этом смысле. И, ээээ, какой, вот, какой обратной связи вы хотите, ээээ, тоже не совсем ясно. Ясно. Что здесь многие элементы, эээ, требуют, вот, своего прояснения. Вот. Но, так или иначе, эээ, общая картинка и, ээээ, общая картинка и сна. Общая картинка понятна. И работать нужно, как мне кажется, именно с ней. Вот. А, естественно, если, если, повторюсь, у вас есть такое желание, в смысле, если желания нет, то, соответственно, наверное, в таком случае, эээ, лучше и не надо. Так же. Но и проблема не решится тоже. К сожалению. Вот. А, пожалуй, на этом пока что можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно. А, буду вам благодарен за обратную, эээ, связь по моему, по моему ответу. Как это, эээ, позволит, вам, начать, эээ, работу над собой. Вот. Эээ, желаю вам всего самого доброго. Эээ, желаю вам удачи. Эээ, надеюсь, что, ээээ, ну, что, ситуация будет разрешена. Вот. Всего вам самого доброго. Обращайтесь за помощью. Прип Taфакс. Уь, арэт. Эээ. Наверно. Ух proper.